В эфире новости Анапа. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Еще вчера мы сидели за общим столом, а под утром, как я уже сказал, мне пришлось вытаскивать одного из них из адреса. День памяти. События вооруженного конфликта в Чеченской Республике глазами участника тех событий. К фермерам стало легче вести бизнес. На защите прав фермеров Анапские аграрии получили поддержку представителя губернатора по взаимодействию с крестьянскими хозяйствами. Мы надеемся, что жителям и гостям будет очень нравиться. Новогоднее преображение курорта. Как Анапа подготовилась к праздникам и какие новинки порадуют гостей и жителей города. Сегодня в День памяти погибших в чеченском вооруженном конфликте в сквере боевой славы собрались сотни анапчан. К мемориалу были возложены цветы, а по погибшим воинам провели панихиду. Ровно 24 года назад началась антитеррористическая операция в Чеченской Республике. По данным Союза комитетов солдатских матерей, во время первой и второй кампании погибло около 14 тысяч военнослужащих. Среди них были и анапчане. Имена героев России Виктора Мелькова и Вячеслава Евскина сегодня известны всем. Мы сегодня вспоминаем одну из самых горестных страниц истории современного российского государства. И более 20 молодых красивых парней, анапчан, не вернулись с той войны, остались навсегда на полях сражений. И мы сегодня с большой признательностью говорим слова тем организациям, которые помогают родителям этих анапчан. Мы говорим большое спасибо тем, кто не забывает об этом подвиге. Митинг в сквере боевой славы объединил десятки анапчан. В этот день сюда пришли ветераны боевых действий, молодежь, представители общественных организаций. Особые слова матерям, воспитавших героев. Мать Ивана Крыгина не смогла пережить эту утрату. И очень скоро умерла сама. Потому что действительно, любовь к своему сыну, к своему ребенку, и потом потерять, это действительно горе, которое невозможно ни описать словами, невозможно объяснить. В этот день хочется сказать слова благодарности и низкий поклон матерям, родным и близким погибших, которые воспитали героев, которые ценой своей жизни защитили всех нас от того беспредела, который начал твориться в Чеченской Республике. Никогда наши сыновья не постучат в дверь и не скажут, мама, не волнуйся, я вернусь. Никогда мы больше не увидим светлый глаз своих сыновей. Они не прятались под нашей ручки. Они не прятались за плечи отцов. Они пошли выполнять свой долг. И я сегодня хочу говорить о памяти. Представители администрации и ветеранских организаций возложили к мемориалу цветы. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского провел панихиду по погибшим. Их память почтили минутой молчания. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Для урегулирования ситуации в Чеченскую Республику были отправлены и анапчане. 27 бойцов так и не вернулись с Северного Кавказа. Сергей Черников был там дважды. Теперь уже капитан уголовного розыска в отставке поделился воспоминаниями о событиях того времени с нашей съемочной группой. Сергей Черников – капитан в отставке, дважды побывавший на Северном Кавказе. По указу Ельцина в 1991 году в районе Осетино-Ингушского конфликта была введена зона чрезвычайного положения. Туда Сергей Викторович отправился в командировку в отряде милиции. Поначалу задание по наведению порядка казалось простым. Но уже в Чечне они узнали о том, что банды проходят серьезную спецподготовку. Задерживая арабов с партиями оружия и амуницией, спецназовцы понимали – это только начало. Во второй раз в Чеченской республике Сергей Викторович побывал уже в 2004 году. В то время смута переросла в настоящий вооруженный конфликт. В составе сводного отряда милиции от Краснодарского края он собирал информацию, проводил зачистки и конфисковывал оружие. Вот называют там Чеченская первая, там вторая компания. Что-то очень бровадно так это все звучит с компанией. На самом деле, мало кто сейчас говорит, наверное, о том, что действительно была война. Причем война внутри своего государства, которой многие из нас не были готовы. Эти предметы – трофеи из боевой операции. Отряды спецназа попали в засаду во время задержания араба. Он поставлял террористам оружие. Боевики первыми начали перестрелку и выдали свое местоположение. Сергей Черняков не привык хвастаться наградами. Однако больше всего дорожит памятным крестом честь и доблесть спецназа. Очень тяжело говорить о тех событиях, тем более о потере ребят. У меня есть фотографии в альбоме, где еще вчера мы сидели за общим столом, а под утром, как я уже сказал, мне пришлось вытаскивать одного из них из адреса с тяжелыми ранениями. И фактически в результате полученных ранений человек скончался. Это было два брата-близнеца. Один из них остался жив, а второй у нас на руках умер. Этот вооруженный конфликт был отмечен в истории современной России, как один из самых кровопролитных. Из Чечни не вернулось почти 30 анапчан. В этот день во всей стране проводятся митинги и круглые столы. Память о погибших навсегда останется в истории нашего города. Никита Бойко, Ксения Осипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И к другим темам. Теперь жители Анапы могут использовать материнский капитал на газификацию своего жилья. На Кубани он предоставляется уже в течение 7 лет. Условия рождения или усыновления третьего и каждого следующего ребенка. Его размер в этом году составил 119 814 рублей. У многодетных семей есть выбор, куда направить эту сумму. На улучшение жилищных условий, образование детей или газификацию дома. За счет материнского капитала можно оплатить проектные работы, монтаж системы и подключение к сети газопотребления. За более подробной информацией анапчане могут обращаться в Управление социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края по адресу Анапа, улица Крымская, 177. Анапские фермеры сегодня имеют возможность решить свои проблемы, минуя бюрократические проволочки. Институт представителя губернатора, который как раз и призван улучшить взаимодействие между властью и крестьянами, сегодня доказал свою эффективность. В этом убедился и анапский предприниматель Виктор Коновалов, который накануне побывал на приеме у Вячеслава Легкодуха. За два с половиной года своей работы омбудсмен по взаимодействию с фермерами получил более 700 обращений. По словам Вячеслава Легкодуха, четверть из них приходится на просьбе наладить диалог с районными властями, а более 60% касаются земельного законодательства и правовых вопросов. Фермер из Анапы приехал получить консультацию. Сегодня в нашем городе на подъеме не только санаторно-курортное направление. Неплохие результаты и в сельском хозяйстве. Только в этом году экономический рост в этом секторе составил 58%. Средняя зарплата по отрасли – порядка 30 тысяч рублей. Фермеры активно занимаются обновлением парка техники, и вот здесь они рассчитывают на помощь краевых властей. Суть моего письма была такова. Есть ли какая-нибудь поддержка для фермеров, которые покупают дорогостоящую технику? Есть ли какие-нибудь возвраты, субсидии? Вы получаете технику без первоначального взноса, и только через полгода начинаете за нее платить. Помощь может быть оказана не только при покупке сельскохозяйственной техники. Можно получить субсидии на работы по подготовке земли к закладке сада или на закупку саженцев. Фермерам, которые обращаются, сегодня доступны консультации с представителями прокуратуры, Росреестра, Министерства промышленности, сельского хозяйства и Департамента имущественных отношений. Для оперативной работы была создана краевая рабочая группа по обращениям фермеров. К фермерам стало легче вести бизнес. Фермеры отчетливо на сегодня выстроены системы, они прекрасно понимают, куда можно обратиться в первую очередь и кто их помощник в районе на местах. Выйти из спора или избежать нежелательных судебных тяжб, проконсультироваться, оформить субсидию – все это можно сделать через представителя губернатора. Аналогично краевой были созданы рабочие группы в каждом муниципальном образовании Краснодарского края. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Анапа преобразилась перед новогодними праздниками. Главная площадка, где пройдут основные мероприятия, театральная площадь засияла разноцветными огнями. Рождественские домики привели в порядок, отремонтировали и покрасили. Но больше всего привлекает внимание новинка этого года – световой туннель на улице Корьково. Его монтаж завершился только вчера. А вот так называемое «звездное небо», которое раскинулось над рождественскими домиками, сделали еще на выходных. Остались незначительные доработки, и Анапа будет полностью готова к встрече нового года. Главное – это наша ель, которую мы установили на театральной площади. В этом году это новая ель, 22 метра. В общем-то, мы ее украсили. На ней очень большое количество гирлянд, игрушек. Поэтому мы надеемся, что жителям и гостям будет очень нравиться. Вечерняя театральная площадь – теперь самое любимое место для селфи. Здесь с удовольствием фотографируются и анапчане, и гости нашего города. Как они оценивают предновогоднее убранство Анапы? Ответы в нашем опросе. Очень нравится. Роскошно. Шикарно. Новогоднее настроение сразу – просто замечательная идея. Мы вот мимо и шли, и вот буквально обратили взор, и нас просто сюда подтянуло. Увидели классно. Красиво. Многие жители и также гости курорта, и приезжие, да, люди, которые приезжают, хотят уже приехать именно к нам на Новый год, чтобы посмотреть вот эту вот красоту. Да, нравится, вполне устраивает. Хорошо в этом году сделали, красиво. В начале декабря уже здесь прям Новый год. Красиво, очень. Спасибо большой администрации. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа, регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова